Эти кадры к началу войны в Ираке еще свежи в памяти. Первый удар по Багдаду был нанесен ракетами «Тамагавк» с кораблей, базирующихся в Персидском заливе. Всего за время конфликта американцы использовали около 500 таких крылатых ракет, более половины арсенала, доставленного в зону боевых действий. В конце 70-х, в начале 80-х годов крылатые ракеты, и в том числе «Тамагавк», считались верхом военной технологии и преподносились как первое в мире высокоточное оружие, способное нести ядерный заряд. Но мало кто знает, что сразу же после появления этого грозного оружия в Советском Союзе стали разрабатывать системы, способные противостоять крылатым ракетам. И вскоре выяснилось, что «Тамагавки» не так уж и неуязвимы. Первыми, кто доказал это, стали тульские оружейники, разработавшие для кораблей ВМФ СССР вот этот зенитно-ракетный комплекс «Каштан-М». Лидера «М» и означает «морской». «Тамагавк» — это, я бы сказал, такая типовая цель для «Каштана». Здесь для него нет вопросов. «Тамагавк» 270 метров в секунду скорость имеет. Это достаточно большая ракета длиной 6 метров. Этот комплекс может даже сбивать противотанковые управляемые снаряды длиной всего 1,5-2 метра, летящих на 5 метрах. Сейчас вы видите, как действует ракетно-зенитный комплекс «Каштан». Корабль атакован противником. Выпущенная ракета буквально стелется над водой. И так комплекс приводится в боевую готовность. Первая включается в работу — система управления. В зависимости от характера цели, в дело идут либо ракеты, либо зенитные пулеметы. Вот так цель находят ракеты «Каштана-М». Действительно находят и уничтожают, причем на расстоянии до 4 морских миль. А так отражают атаку зенитные пулеметы комплекс. Плотная стена загородительного огня становится непреодолимым щитом для атакующих средств противника, будь то ракеты или самолеты. Скорострельность этих зенитных пушек поразительна. Два ствола способны вести огонь со скоростью около 1000 выстрелов в минуту. Цель может быть уничтожена на расстоянии свыше 2 миль. Но главной составляющей зенитно-ракетного комплекса является система управления. Именно с ее помощью удалось преодолеть основную трудность в борьбе с высокоточным оружием. Снижение высот полета подобных целей до 5 метров над поверхностью воды резко ограничивало зону обнаружения противокорабельных ракет. Эта зона определяется радиогоризонтом. Радиогоризонт в этом случае составляет, в зависимости от высоты установки средств обнаружения на корабле, порядка 25-30 километров. То есть при скорости цели 1 километр в секунду работные времена составляют всего 30 секунд. За это время надо цель обнаружить, взять на сопровождение и уничтожить, обстрелять. Чтобы решить задачу эффективной борьбы с низколетящими целями, требовалось увеличить не только количество ракетных установок, пусковых каналов сопровождения, но и время подготовки к обнаружению и уничтожению ракет противника. И тогда в Тульском конструкторском бюро родилась идея объединить в одной пусковой установке мощнейшее ракетное и зенитное вооружение, а также систему управления. Система управления в комплексе, пожалуй, наиглавнейшая. Система здесь впервые была применена, управление вооружением, интегрированное радиолокационно-оптическое с элементами искусственного интеллекта. Это обеспечивает ей высочайшую помехозащищенность в условиях постановки помех. Нетрудно представить, что было бы с американскими томогавками в Ираке, если бы на вооружении армии Хусейна стояли подобные комплексы. По сообщениям спецслужб, скандал, поднятый американцами по поводу продажи Ираку российского вооружения, вполне возможно имел в виду и поставки ракетно-зенитных комплексов «Каштан». Интерес к продукции тульских вооружейников весьма высок. Три индийских фрегата уже оснащены комплексами «Каштан-М». Есть они и на кораблях ВМС Китая. Российские военно-морские силы также не обошли вниманием это уникальное вооружение. На кораблях флота России уже установлено 25 таких ракетно-зенитных комплексов. Недавно стало известно, что американская корпорация, занимающаяся производством крылатых ракет, приступила к созданию томогавков нового поколения. Но хочется надеяться, что у военных инженеров тульского КБ есть достойный ответ и на это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова